всем доброе утро вот такое вот мне не накрашенная сегодня утра хотя сейчас довольно таки поздно я еще не завтракала сейчас я вообще завтракаю наверное во время обеда потому что лишь рамадан вот я как-то стараюсь ограничивать на немножко в еде потому что мы действительно очень много на еле мне кажется за это время фабиан тоже пришел сказать вам доброе утро он не любит камеру беги-беги он просто только что помылся так как я сегодня не накрашена и меня некоторые девчонки просили рассказать о моем уходе за кожей лица вот сейчас в карантин я решила прям сильно-сильно заморочиться и поухаживать реально за ней я всегда это делаю но сегодня в этот раз прям особенно ну во-первых потому что сейчас карантин и я абсолютно не крашусь значит моя кожа отдыхает посмотрим правда ли говорят что если они красятся кожа будет лучше я если честно в этот миф не верю потому что если вы каждый день краситесь это наоборот защита от внешнего мира до каких-то там раздражителей пыли загрязнений все такое а также если вы хорошо вечером умываетесь то с этим проблем не должно быть вот покажу вам у меня здесь лежит все что мне сегодня нужно я кстати вот еще вообще не умывалась даже абсолютно даже просто водой вот проснулась и походила немножко вот так вот я с утра выгляжу ну не так уж и плохо правда значит что у меня здесь стоит сейчас пойду умываться делать масочку масочку я делаю сейчас раз в неделю я думаю для вас не секрет что одна из любимых моих марок это и влом именно по уходу за собой у меня и здесь есть бальзам выглядит у меня здесь уже меньше половины осталось совсем забыла что у меня есть вот эта умывалка как-то и не заметила обычно вот этой вот умывалка я мываюсь утром они бальзамом это сэрэвэ фоман клинзер и он здесь идет для нормальной и жирной кожи такой гель мусс очень не он нравится он мне уже на половину я уже использовала наверное вот очень нравится утром очень классно умываться потому что он смывая все вот сальные выделения за ночь пыль грязь какую-то знаете все равно у нас садится пыль дома вот так что да мне очень нравится абсолютно не сушит кожу и тут обязательно пойти еще у него такой специфический запах но я привыкла мне нравится я им пользуюсь каждый вечер чтобы смывать макияж и потом умываясь я умываюсь и вытираю вот такой вот муслиновой тряпочкой она также отшелушивает какие-то там не знаю роговешие остатки кожи еще помогает снять загрязнение особенно вот здесь за ушками в крылья носа везде такие труднодоступные я вот так вот ее можно сказать наматываю на пальчик и вот так вот ими круговыми движениями вот здесь вот точно есть такие белые головки бывают иногда здесь в общем мне очень нравится супер у меня таких очень много этих муслиновых тряпочек я их просто закидываю стиралку вместе с полотенцами если вы не знаете еще как и умываться в общем нужно сухими руками на сухое лицо чистое но либо с макияжем я это все массирую там минутки две-три это кстати очень классный массаж по вечерам особенно расслабляет и потом и смачиваю муслиновую тряпочку в такой горячей воде настолько горячей чтобы вот знаете прям руки чтоб не горели не знаю сколько можете терпеть вот такую вот горячую воду и прикладываю как компрессик открываются поры и такая знаете вот как ароматерапия успокаивающая тоже действует вот значит раза два три я так делаю с горячим полотенцем и потом как советуют и в лом вместо тонера использовать холодный компресс в общем ледяной компресс да даже можно сказать в ледяной воде он сужает поры сразу кожа такая ух это же самый эффект мне кажется когда вы обливаетесь холодной водой в душе либо в общем тонизирует а это либо ополаскиваете волосы тоже холодной водой после того как вы помыли голову в общем вот так вот я это делаю если я это делаю с утра перед тем как делать маску я не использую холодный компресс да я буду использовать после маски и маска у меня тоже и влом сейчас я ее буду наносить Называется Rescue Mask, в общем, это называется Cleanser, Cleansing Balm, это Rescue Mask. У меня еще есть несколько масок, какие-то Brightening, я помню, мне Ярослава дарила, за что ей огромное спасибо. Вот, я их еще не всех пробовала, но вот только Rescue закончится, то обязательно буду. Rescue Mask, у меня, видите, здесь другой дизайн, уже здесь такая золотая коробочка, золотой обуточек, в общем, здесь у нас есть протектор, и у меня тоже где-то половина осталась. Вот такая вот, видите, это, в общем, глиняная маска, она тоже так сильно пахнет, и в ней такие есть частички какие-то травяные, я не знаю, потому что я когда снимаю, так не видно сильно, но такие вот кусочки, какие-то ошмёточки есть. Очень она классная, мне нравится, наношу на все лицо, держу там сколько можно. Обычно, вот что я сейчас буду делать, я ее нанесу, и пойду делать эпиляцию, сделаю брашинг, я делаю сухой щеткой, да, на сухую кожу, еще чем-нибудь поделаю, маникюрчик, педикюрчик можно сделать, да, но чем дольше оставляете, тем лучше. В ней не очень удобно ходить по дому и что-то делать, например, там кушать, да, потому что она засыхает и начинает потом трескаться, это все везде летит эти ошметки. Вот поэтому минут 15-20 я точно подержу, смываю, смываю я руками при помощи теплой воды, и вот так вот еще как бы массирую, и потом прохожусь муслиновой тряпочкой опять, и делаю холодный компресс. После этого я, кстати, во время того, как я делаю маску, я еще очень часто делаю патчи с утра, вот такие вот у меня от Petit Fee, Black Pearl Gold, я думаю, вы все их знаете. Вот я их сейчас активно использую, просто потому что у меня уже была открытая баночка, и ну как бы не хочу, чтобы она испортилась, да. В общем, вместе с маской наношу вот эти вот патчи, я тоже вставлю в фотографии, я уже выкладывала, мне кажется, в инстаграм, как я смешно выгляжу. Три в одном, два в одном, и потом, когда я сделала уже маску, я наношу уход за глазками, у меня вот такой вот клиник All About Eyes, самый обычный, я знаю, что у них еще есть рич-версия, он заявлен как от припухлости помогает, и от кругов под глазами. Не могу сказать, что у меня какие-то проблемы, но сейчас очень часто у меня бывает отечность с утра, просто потому что мы на ночь пьем много воды, там, чая, либо я пересыпаю, сейчас я не еду, усыпаю, я пересыпаю сейчас в карантине, это какой-то прям, не знаю, бич нашего времени, мне кажется. Чтобы помочь с этой отечностью, у меня есть вот такой вот роллер. В общем, я покупала целый комплект, там был роллер и гуаша, не знаю, как называется вот этот вот камешек. В общем, роллер, он именно от отеку, видите, здесь есть большой, и здесь есть маленький, такой вот именно для зоны вокруг глаз. Очень классно его держать в холодильнике, либо в морозилке, потому что он вот так вот охлаждает, такой вот массажик, можно здесь. В общем, там советую типа по массажным линиям, не могу сказать, что я прям какой-то супер мастер, но я не делаю это по сухой коже, я наношу серу, либо крем увлажняющий для лица, и начинаю вот этой большой, вот так вот вверх делаю роликом, да, очень классно тонизирует, прям кожа красная такая бывает, вот здесь, вот здесь, вот так, эти маленькие можно вокруг глаз, и вот здесь. В общем, те хотите, я не знаю, насколько он помогает. Кстати, я читала где-то, что первое, что нужно сделать, это шею, лимфу, да, освободить, чтобы все напряжение, которое есть в лице, вся отечность, она уходила вниз. Если мы сначала не проработаем шею, это, этому всему некуда будет уходить. Так что я не знаю, я, как сказала уже, я не эксперт, просто это очень приятно, даже если вам не помогает, знаете, такой вот немножко дистресс. Расскажите, пользуетесь ли вы такими штучками или нет. И также вот этот камешек, они есть разные формы, и из разного, разных камней. У меня вот такой вот небольшой, как видите, здесь есть такой вот изгиб, такой вот маленький, это для бровей, кстати, вот говорят, вот хорошо вот так вот делать. В общем, им я в основном пользуюсь вечером. Я его купила, чтобы мне помогло с моими морщинами на лбу, мимическими, потому что они какие-то ужасные. Вот этот вот такой изогнутый кончик, в общем, как-то вот так вот нужно, да, поднимать скулы, нижнюю часть лица, вот так вот вверх по массажным линиям. Обязательно не по сухому лицу нужно, чтобы не растягивать кожу. И вот этим таким более плоским краем вот так вот делаю. Тут какие-то точки тоже есть. Знаете, посмотрите, в интернете очень много всяких техник. Я уже сказала, я не какой-то там прям эксперт. Вот этим вот краем я еще вот так вот делаю бровь растягиваю. В общем, в основном я концентрируюсь на лице, на лбу, потому что у меня очень много мимических морщин. Я не знаю, насколько вам сейчас это будет видно, но вот у меня такие, не знаете, уже глубокие здесь начинаются, потому что у меня очень много экспрессии, ботокс я все никак не соберусь делать. Но я бы, если честно, хотела сделать бок, ботокс, либо диспорт. Мне кажется, он такой полегче, да, потому что бы предотвратить глубокие морщины. Я не хочу, чтобы у меня пропала мимика, но мне хочется, мне сейчас 28-29 год будет летом, да, я не хочу, чтобы они стали еще глубже, и я вижу, что они становятся глубже, эти мои морщины. Поэтому сейчас вот я не крашусь, как я уже говорила, стараюсь. Сейчас у меня стрессовых ситуаций таких много нету. Иногда я прям не чувствую, как у меня здесь напряжение, и прям вот эти морщины такие глубокие все. Поэтому я часто вечером делаю вот такой вот массаж, вот этой визочной зоны. Сзади, знаете, где у нас там такая ямочка есть, вот это прорабатываю, и как-то, знаете, бывает отпускает. Потому что я иногда сама не замечаю, как я морщу свой лоб, просто потому что у меня вот здесь вот напряжение, и постоянно о чем-то думаю, постоянно вот не могу отпустить ситуацию, мне это в себе бесит, вот этот перфекционист, это бесит меня, и вы не представляете как. Но ничего не могу с собой поделать, такой вот я человек. Так, мне рассказала вам еще о трех продуктах, сейчас пойду уже делать уход, потому что очень хочу кушать. Вот такой вот Pixi Tonic у меня сейчас, у меня был с ретинолом. Не могу сказать, что я заметила какой-то результат. Вообще непонятно, был там ретинол или нет, потому что в составе не написано, какой процент, и вообще, может, его там нету. Вот, ну, как бы тоник и тоник. Мне нравится иногда пользоваться тоником, мне кажется, это такое, как двойное очищение получается, да, просто что удостовериться, что ватный диск чистый, все, мы смыли косметику, все отлично, просто вот для совести. Здесь это нашумевший glow tonic, здесь написано 5% гликолевой кислоты есть, в общем, он эксфолирующий. Я его использовала не очень много, я купила вот такую, видите, миниатюрную версию, она, по-моему, 10 фунтов стоит, типа как пробный, пробный вариант такой. Вот, и, ну, пользуюсь, некоторые говорят, что у них краснеет лицо, у меня вроде нет, неплохо, он так вкусненько пахнет, чем-то таким цветочным каким-то, не знаю, сладеньким. Вот, у них там очень много всяких, много версий, но вот это такое считается прям как оригинальный, да, бестселлер у них, и, да, все прям на него молятся, так что я решила попробовать, почему и нет. После тонера я сейчас вот пользуюсь вот такой вот сывороткой от The Ordinary, это мой второй продукт от The Ordinary, до этого, по-моему, у меня был буфет или, я не помню, что у меня было, что-то мне советовали. Не могу сказать, что я что-то заметила, точно, я покупаю гиалуроновую кислоту, потому что у меня обезвоженная кожа, она у меня жирная, склонная к жирности, обезвоженная, вот. И это не то, что я пью мало воды, просто кожа, не знаю, сохнет дома, потому что сейчас, наверное, да, батареи, на работе у нас тоже как бы тепло бывает в салон, хотя вытяжка у нас хорошая, но все равно бывает очень жарко, душно, эти вот все продукты там иссушают кожу, мне кажется. Вот, гиалуроновая кислота 2% и витамин B5 также есть, стоило вообще недорого, там фунтов 6, он такой с пипеточкой, 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 вот, такой вязкая такая, не как водичка, а такая вязкая консистенция. Вот, наношу утром и вечером, тонер, кстати, тоже утром и вечером, руками, в основном консервирую с на лбу, вот таким вот похлопывающими движениями вбивающими, он такой немножко липкий, но так как я после этого наношу еще крем, как бы эта липкость, она не чувствуется и быстро выветривается. Ну, посмотрим, когда закончу целый флакончик, расскажу вам, что да как. Я знаю, что гиалуроновая кислота, она как бы очень полезна, не знаю, если честно, нужно почитать, как правильнее его носить, потому что я где-то слышала, что гиалуронка, наоборот, высасывает природный вот этот водный баланс из кожи, поэтому как-то нужно там правильно его наносить поверх крема, либо, не знаю, я наношу под крем. Хуже не стало, возможно, даже чуть-чуть лучше, а так как я сейчас точно делаю раз в неделю маску, мне кажется, кожа стала дышать лучше, она стала жирниться больше, как я понимаю, что моя кожа в нормальном состоянии. Когда она жирнится, вот я утром просыпаюсь, у меня такое жирное лицо, что вот можно на лбу, не знаю, яични сужарить, значит, это хорошо, по мне, потому что это натуральное, природное, да, естественно, что кожа выделяет жир, и говорят, что у кого жирная кожа, они позже будут стареть, вот, так что я очень надеюсь, что морщинки у меня появятся не так скоро, посмотрим. Ну да, вот сейчас у меня кожа реально жирнится, утром я просыпаюсь, и днем, когда я не крашусь, так как когда я вот во время работы, я там в обед в свое время использую блотинг-паудер и салфеточки, да, чтобы жирный блеск убрать, припудрилась, все нормально. Дома я этого, естественно, не делаю, я даже, бывает, не замечаю, что я жирная, и потом так пройдусь мимо зеркала, смотрю прям, блин, такой у меня в середине дня, вот, так что это хорошо, когда кожа у меня выделяет жир, мне кажется, это хорошо, значит, она идет на поправку и уже не такая обезвоженная. После сыворотки, раньше, кстати, я пользовалась Хадлаба, по-моему, я вам покажу их в пустых баночках, вот, очень долгое время пользовалась вместо тонера, вместо сыворотки, неплохо, но вот мне хочется именно более чего-то такого концентрированного, поэтому я заказала The Ordinary. Кстати, говорю, вот у меня губы пересохли, намажусь вот таким вот бальзамчиком, это от Evolome, обычный белый, мне кажется, он немножко мято там есть, такой вот маленький, называется Kiss Mix, не могу сказать, что он мне нравится, но, как бы, пользуясь, главное, чтобы что-то было у меня на губах. И вот добиваю свой клиник из трехстопенчатой системы, Dramatically Different Moisturizing Gel, это гель для жирной кожи, у меня здесь был огромнейший объем, 200 мл, долго я уже, наверное, года два пользуюсь, вот, так что чуть-чуть совсем осталось, скоро нужно будет разрезать бутылку, потому что помпа уже не сможет его оттуда доставать. Не знаю, буду покупать ли еще раз, наверное, нет, очень долгое время я пользовалась этим именно средством, я думаю, вы помните, кстати, так жаль, я вот недавно искала, почему-то пропала с ютуба, и с моего блога вообще я ее удалила, и не осталось никакой копии видео про трехступенчатую систему я снимала, мне осталось только фоточка, я вам ее поставлю, вот такая тут молоденькая, я пользовалась прям трехступенчатой системой, вот эта жесткая, у меня номер три была, для жирной кожи, очень мне действительно помогло, если вы не видели мое видео о том, как я избавилась от прыщей, вот, кто не знает, выставлю вам фотку, как кожа моя выглядела, оставлю карточку сверху, и ссылки под этим видео обязательно зайдите, посмотрите, вот так вот моя кожа выглядит сейчас, как видите, у меня есть какие-то рубцы, ну, в смысле, ямочки, да, такие в коже из-за акне, постакне, у меня расширены поры, но, как бы, у меня не высыпает прыщами, даже сейчас, вот, во время месячных, бывает один выскочит, но, как бы, я уже привыкла это контролировать, месячных, какие месячные, о чем я говорю, нет месячных, в общем, так что, да, насчет гормонального фона, я не знаю, заметили вы или нет, я вам показывала, что заказывала гормональные таблетки, потому что я закончила пить противозачаточные в июле прошлого года, смотрите, уже практически прошел год, у меня месячные были только один раз с того времени, да, у меня испортился гормональный фон, я очень боялась, когда я прекращала пить, что у меня испортится кожа, она станет опять жирной, прыщавой, потому что, знаете, это все-таки гормоны, и многих очень высыпает, либо разносит, тфу-тфу-тфу, ни то, ни другое со мной не случилось, единственное, что у меня стало высыпать на плечах и спине, но сейчас это как-то уже прошло, ну да, мне вот как-то сразу посыпало очень прям такими, знаете, красными, такими вот как тинейджерскими, да, такими подростковыми прыщами, у меня всегда в подростковом возрасте были вот эти прыщи на спине, на шее, на плечах, и сейчас вот опять, ну, сейчас прошло, но все равно, вот как бы я вижу, что они у меня были на лице, тфу-тфу-тфу, все нормально, даже косметолог моя говорила, я вот первые полгода у нее, когда ходила раз, там, 5-6 недель на процедуру для лица, она сказала, что не видит, чтобы моя кожа стала более жирной, чтобы поры расширились, нет, за это спасибо, но как-то месячные нужно возвращать, потому что это не здорово абсолютно, пью сейчас Primrose Oil, это значит Primul, да, пью витамины А, Е и Д, посмотрим, если не помогут, возможно, нужно будет пройти какой-то гормональный курс, чтобы все восстановилось, расскажите, кстати, были ли у вас такие проблемы, мы пользовались ли вы когда-нибудь противозачаточными таблетками, а сейчас я точно знаю, что я больше к ним не вернусь, насколько я была рада во время их приема, я принимала, наверное, три с половиной года, три года, точно, мы сейчас вот пять лет вместе, ну, наверное, года три, три с половиной, я точно, наверное, их пила, было все супер, как часы, я всегда знала, когда могла планировать свою жизнь, свои каникулы, отпуск, да, на море, все такое, вот, чем я не могла похвастаться до того, как я начала пить противозачаточные таблетки, но, да, я бы не советовала к ним идти, я очень рада за тех, кто смог с них соскочить очень быстро, я принимала еще не так долго, обычно советую до пяти лет принимать, не больше, потому что все-таки это нехорошо, но, да, посмотрим, как будет, все мы учимся на своих ошибках, как говорится, надеюсь, что все будет хорошо, так что, спасибо, что послушали мою, эту билиберду, сейчас я, кстати, при вас могу нанести вот этот вот клинзер, покажу вам я, как делаю, потом умоюсь, приду, нанесу с вами вместе масочку, и, в общем, так вот попеременно будут бегать туда-сюда, не хочу ванной снимать, здесь получше свет, значит, сколько я беру, смотрите, я беру где-то вот такую вот хорошую горошину, да, и я вот так в руках распределяю, наношу, ой, так вкусно пахнет, ну, ноги воняет, я не знаю, если у вас есть возможность заказать какой-то пробник, обязательно закажите, и я вот так вот все аккуратненько распределяю везде, кстати, я люблю масло, потому что оно расщепляет быстрее макияж, и вообще все вот эти жиры в коже, какие-то сальные пробки, возможно, она помогает от них избавиться, поэтому не бойтесь, если у вас жирная кожа пользоваться маслами, вот что я еще не пользовалась, чем не пользовалась, это масло шиповника, все очень прям советуют, и я бы тоже очень хотела его попробовать, нужно заказать. Вот, и пока я это делаю, можно насладиться массажиком, стараясь сделать по массажным линиям, всегда только вверх, да, чтобы, можно на шею нанести, потому что и шея у нас стареет в первую очередь, в первую очередь, поэтому шею и зону до кольца обязательно наносите туда крем, иногда, я когда делаю, не знаю, может, мне просто кажется, но мне кажется, какие-то такие вот, как будто катышки появляются на лице, мне кажется, это вот именно сальные пробки вот эти выходят. Ну вот, теперь я пойду умоюсь, воспользуюсь своей тряпочкой, и к вам вернусь уже наносить непосредственно масочку. Ну вот, я уже умылась, но я принесла еще с собой тряпочку горячую, почему еще хорошо ее наносить именно перед маской, либо перед чисткой, да, мне наносит моя косметолог, потому что поры открываются, я просто вот беру эту тряпочку, вот так вот на лицо накидываю, когда она горячая, и вот так вот промакиваю, можно дышать глубоко, как будто ароматерапия, да, и потом я беру ее и вот такими вот круговыми движениями везде стараюсь все это пройтись, снять, да, какие-то отмершие клетки кожи, что очень важно вечером вот здесь вот проходиться, в этой области, потому что я заметила, когда я раньше смывала косметику, я никогда не замечала, что вот именно здесь, и у меня такие были белые, такие не прыщики, но вот как будто такие, знаете, бугорочки маленькие, я даже не знаю, как это объяснить, и потом я заметила, что просто я здесь не домывала тональную основу, что очень важно, я вот так вот прохожусь, обязательно вот здесь, где переносится, да, вот в бровь переходит сюда, вот, и сразу чувствуете, какое лицо гладенькое, такое прям чистенькое, вообще, ничего не мешает, такое прям хочется трогать и трогать его, и вот так вот, когда я на пальчик наматываю, обязательно прохожусь вот здесь, где крылья носа, обязательно вот здесь, да, вот эту вот часть носа, потому что мне именно говорила моя косметолога, что вот она когда очищает лицо, да, она же видит, кто как моет, кто не домывает, она говорит, что обычно люди вот здесь, вот здесь не домывают, и также вот здесь за ушами, и вот здесь, потому что уши, если вы не знали, самая грязная часть нашей, нашего лица, поэтому я всегда вот так вот, вот так, мочку уши, и за ушами обязательно прохожусь, чтобы это все было чистенько, потому что здесь тоже вот бывают черные точки, у нас, да, поры, потому что здесь есть, вот, обязательно это все нужно вычищать, и вот здесь у меня тоже будет проблемная зона, подбородок именно так что вот вот так вот я это все делаю ой знаете вот умываясь так классно но абсолютно не сушит кожу от нее сейчас даже не хочется нанести никакой крем абсолютно хотя кожа у меня жирная потому что все это отлично очистилась состав просто суперский конечно он стоит дорого мне кажется вот эти 100 миллилитров стоит 55 фунтов я обычно покупали бог косметолога надает на 10 процентов скидку либо на скидке получается еще дешевле в интернете я обычно лук фантастик заказываю вот мой прошлый раз я покупала было то ли 45 то ли 40 я не помню вот на хватает надолго здесь написано срок годности 9 месяцев после открытия вот где-то на месяцев на 9 точно хватает использование каждый вечер и один раз вот по утрам обычная маску накладываю с утра и перед тем как нужно идти в душ например мыть голову даже то я не боюсь что я замажу свои волосы вот так что да супер ну и теперь давайте наносить масочку я забыла взять свою лопатку обычно лопатка идет такая в наборе я просто буду руками наносить вот она со временем здесь по моему тоже 9 месяцев срок годности она со временем становится немножко суше поэтому можно добавить там две-три капельки воды размешать я вот уже это сделала и наношу моя косметолог наносит очень тонким слоем я наношу ну так как как получится иногда немножко больше наношу и смотрите как я смотрюсь в экранчик камеры вот так вот руками просто разношу она немножко так разогревает пощипывает каждый раз когда наношу dish он прям пищит вообще я как бы ничего не чувствую на я вот такими вот поглаживающими движениями просто наношу везде моя косметолог вообще наносит его как будто крем она знаете так в руках немножко разогревает еще и и наносит так обязательно везде нос нос вообще мне проблемная зона мне там всегда черные . мы так знаете довольно таки быстро высыхает хорошо что у меня здесь была тряпочка хоть могу руки вытереть ну и вот и оставляю сейчас на 10-15 минут не знаю кстати вы наносите маску вот сюда я не наношу и заодно сейчас нанесу патчи тоже под глаза кстати я всегда наношу тонким местом к переносите я не знаю как правильно наверное нету правильного варианта скажите как наносите вы пошел патчи тоже одела и все я готова идти и будить мужа кстати интересно вы делаете маски перед мужем я знаю есть такие девушки которые прям вот накрашенные всегда ходят никогда в маске или пикудях их мужчина не видит ну и здесь и эти бади такие партнеры так что он не боится и я тоже не стесняюсь увидимся наверное через каких получасика потому что я обычно люблю снимать маску в душе потому что это еще больше раскрывает поры я иду мою тело маска там еще находится и потом смывали и мою голову уже в конце вот так что увидимся с вами очень скоро слушайте в итоге меня не было наверное больше часа что-то я заходила села начала смотреть видео на ю тубе которая там длилась наверно минут 40 то все вы . сейчас ходила душ наконец-то и вместе с вами давайте будем наносить ход хочу нанести опять бальзам для губ обязательно кстати я вам забыла сказать что когда я муслиновой тряпочкой смыла и бальзам я также отшелушиваю свои год потому что я обычно ношу матовые какие-то помады и они если вы знаете очень иссушаете ли кстати у нас уже солнышко оттуда вышло хотя весь день бро пасмурно так что надеюсь это никак не мешает вам видеть меня и вот так вот лицо у меня выглядит после душа и давайте наносить уход естественно я не взяла ватный диск муж принеси пожалуйста ватный диск пожалуйста я забыла я уже микрофон на тел а я снимаю что нужно сказать пожалуйста моя госпожа моя госпожа ваши диски спасибо вижу не принес целую эту штуку в общем я диска разделяю на пополам не люблю когда толстый диск мне кажется он впитывает очень много в себя продукта что нам не нужно и буду наносить тонер нашу его на натиск и прохожусь вот так по всему лицу он не щипет ничего очень такое приятное я бы конечно им не стала проходиться вокруг глаз и по глазам насть по векам все-таки там кислота обязательно за ушками ушки кстати как бы мой тюрбанчик очень классно обычно не хожу потому что это не очень хорошо для волос но сейчас для видео чтоб не мешали прохожусь по бровям тоже не там бывают какие-то высыпания непонятные иногда на бровях так теперь у нас идет крем для глаз буквально чуть-чуть этими вот безымянными пальцами вернее это не безымянный это в какой-то палец безымянный почему безымянный ring finger здесь англичане говорят вот так вот похлопающими движениями раньше у меня помните когда упал шампунь не в глаз не был шрам я делаю себе вот такой вот массаж и кстати это очень классно мне помогло во первых чтобы масло лучше впиталась во вторых я читал это чтобы вот бровь не опускал и знаете с временем вот этого часть она опускается немножко поэтому ботокс тоже колет что брови вверх шли вот очень хорошо вот так вот пальчиками когда обязательно и на сухую либо над кремушек либо либо маслицем вот так вот сделать и очень хорошо тонизирует давайте уже здесь делаем раз я там сделала просто этими пальчиками не сильно нажимая тянем вверх вот так теперь давайте нанесем сыворотку я честно говоря не знаю сколько наносите вот нормально так наношу и сначала я делаю вот так и потом вот так вот прикладываю ко всему лицу чтобы она впиталась она вот так вот по чуть-чуть начинает липнуть к рукам наши виду уже обязательно наношу ой солнышко прям вообще вышло горели пасмурно пасмурно будет она ничем не пахнет к нейтрально так и теперь крем я беру где-то полторы помпы тоже вот так в руках все распределяю и тоже таким вот прикладывающими похлопывающими движениями я это делаю стараюсь не растирать чтобы все хорошо впиталось ну и теперь давайте роликом сделаем еще массажик себе так но сначала глазки сделаю вот так тем не при пухлости нету и тем более мы сделали патчи мне это все помогло ну так знаете круто и вот так вот я делаю скулы кажется что я вот так делал на самом деле а вот так и отрываю просто когда быстро делаешь кажется что так делал так наверх тонизирую движение вас тут что лицо немножко покраснеет от этого так обязательно лоб сделаю тоже но ведь мне кажется ли вы со немножко покраснела это хорошо потому что кровь тогда приливает вот так вот выглядит мой дневной уход вечерний принципе такой же просто я смываю косметику во первых и перед тем как пользоваться маслицем я смываю все в беда значит сгуб с глаз и с бровей я снимаю макияж биодермой потом я делаю маслица и вот дальше тот же самый ход который вы видели утром и вечером все у меня одинаково и вот раз в неделю стараюсь делать масочки на постоянной основе и я действительно вижу результат потому что у меня вот проблемный нос мои черные точки поры стали уже что мне очень нравится и я могу себе в принципе позволить пойти куда-нибудь без макияжа на работу я не хожу без тональной основы не знаю мне просто как-то кажется что я очень гола но куда-то пойти с друзьями выйти в магазин дома я постоянно без проблем я могу куда-то если гулять накрасить там брови ресницы но лицо да у меня сейчас отдыхает полностью никаких даже кстати видели меня на работе без макияжа в прошлый среду нас каждый среду в зум митинге по утрам бывают видео звонки с менеджерами вот и я проснулся буквально за 15 минут до собрания поэтому так что-то прочитала шампунем напшикалась домашней одежде вот я была не накрашена иногда одеваю очки чтобы это было не так заметно но была без очков а чё краситься а то я вечно знаете свет выставлю оденусь прям нас менеджер один пришел в белой рубашке и все смеялись на нем то что вы столько не гришь ты ее еще и погладил вот ну он и не погладил но это просто выглядит смешно что вы сидите дома я так что все на расслабоне разговаривают хозяевам нашего салона который лежат в своем саду загорают там прям в купальниках пьют коктейли у нас обычно утром бывает собрание так что все пью чай на уже часов 12 люди начинают подбухивать вот мы сейчас не пьем потому что рамадан мы не едим свинину и не пьем алкоголь пиши еще держит пост я нет но как будет так получается что я тоже немножко сижу на диете потому что не нужно так часто готовить кормить своего мужа я так могу чем быстренько перекусить на часах у нас сейчас у нас час 546 я не знаю вам видно смотрите у нас 546 а я еще не завтракал даже не пила ничего вот но я встала в принципе около часа наверное пока нет два часа проснулась до двух лежали в телефоне смотрели какую-то фигню потом проснулся дейша пришел к нам фавиан вот так что да расскажите мне во сколько вы сейчас ложитесь во сколько встаете мы ложимся обычно видишь и закрывает постам около четырех мы вот так где-то 4 5 спать просыпаемся в 2 так вот нас все вздвинулось но в принципе меня это устраивает потому что я сама я ночной человек только когда придется ходить на работу это все нужно как-то возвращать на круги своя спасибо вам огромное за внимание такого не запланирую мне было видео надеюсь она вам понравилось пальчики пальчики ставьте пальчики вверх обязательно если вам нравится такого рода видео оставляйте запросики у меня еще времени много буду обязательно снимать в планах снять не знаю сегодня или завтра видео о пустых баночках вот она очень совсем канала в лету я смотрю что люди снимают и люди смотрят потому что ну это как никакой обзор и знаете что полезно можно оттуда почерпнуть обязательно так что все буду закругляться всем пока до новых встреч и хорошего вам дня пока-пока пока-пока пока-пока